Я вопрос такой не воспринимаю, если... Украина победила фашизм. Я бы не сомневалась вообще ни в чем. Но вы его неправильно начали задавать. Вы можете его... Вы меня слышите? Вы его должны переформировать, если Россия, если Украина. Украина победит. Да, хорошо. Это ваш ответ за это. Ну, сейчас получается по-другому, поэтому я поставлю такой вопрос. Да вы что? Ну, вы знаете, немцы зашли из Сталинграда. Немцы были в 40 километров от Москвы. Я думаю, что вы, может быть, просто не знаете истории, как это случается. Знаете? Вы откуда сами, Питар? Вы откуда? Представьте, пожалуйста. Питар, вы можете представиться и поговорить о себе? Кто вы и что вы? Сколько вам лет? С какой вы страны? Я профессор геополитики. Работаю в Сербии. И поэтому я поставлю вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, Сербия сотрудничает с Россией сейчас? Помогает обходить санкции? Нет, нет. В моей профессии это не быть так. Кто с кем? Ваши налоги помогают... Ваши налоги... Ваши налоги... Вы посылаете оружие Украине? Кто с... Не понял. Сербия высылает оружие Украине? Помогает с оружием? Нет, мы вам оружие не даем. Не знаю. А России даете оружие? Нет. Зачем бы мне в России сдавали оружие? Не знаю, зачем. Сербия была оккупирована немцами в 41-м, в 39-м? Да, конечно. Мы воевали против немцев. Россия это и есть немцы в 39-м году. Посмотрите. Россия получается как немцы? Да. Думайте. Геополитики должны думать на этот счет. Я вас слушаю. Вы откуда? С Россией. А что у вас такое? Почему вы считаете, что Украина победит Россию? Потому что она победила фашизм. Явно не Новосибирск воевал с фашизмом. Не Хабаровск. С Россией собирались... Ой, я вас умоляю. Ну, хорошо. Ну, собрал 200 человек. Ну, 10, ну, 300 тысяч. Ой, 30 тысяч. Вся Украина воевала. И вся Беларусь. Беларусь и Украина. Все. Две ноги. Дали пизды Гитлеру. Если бы не было Украины и Беларуси, кто бы воевал? Москва бы, знаете, попочку раздлилась, такой хуяк, и там уже Гитлер. 40 километров от Москвы. Скажите спасибо, что существовала Украина. Спасибо, что была Беларусь. И что эти две страны, две сильные страны, две сильные нации. Четыре года ебашило. Два белорусских фронта и четыре украинских фронта. Нахуй идите. Не знаю. Думай. Добрый день. Доброе утро. Если вы закончили, то я вас отпущу. Как у вас дела? Это у вас тачка на аватарке? Да, представляете. Что за тачка? Lexus. Lexus. Какая модель? Ну, вы мне ответили, как у вас дела? Тут вопросы, в принципе, задаю я. Если хотите общаться, не перебивайте меня. Какая у вас... А почему вы перебивали всех других участников? Я себе перебивать не дам. Не давайте. Не давайте. Вот возьмите, выйдите из эфира и не давайте мне себя... Представляете, вот сами с собой поговорите, хорошо? Вы даже можете нарисовать меня на стене. И представьте, что я молчу. Гавротра. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Было бы лучше, если бы Путин сдох. Согласен. Давайте устроим. Это же организуем убийство его? Да. Ну, тогда нам надо денег, наверное, много. Я думаю, это должно произойти бесплатно. Он стольких людей подставил, что люди должны просто, не знаю, бежать впереди паровоза, чтобы его убить. Это же не то, что убить несчастного человека, или там, му-му, да? Никто не хочет убивать собачку, да? Путину хотят убить все. Из-за бесплатно. Вот поставьте, например, жен мобилизованных, которые потеряли мужей, и все, и жопа. Пусть они не пойдут и убьют его. А вы откуда? Да, этот, его же отыскать надо в бункере сначала, чтобы убить. Слушайте, голь на выдумку, как это называется, ловка или годна. Вы откуда? Я с Харькова. Вы с Харькова? Да. Слава Украине. Героям слава. Что-то я думаю, что вы не с Харькова. Почему? Ну, назовите станции Харьковские. Ну, станция, университет, Майдан, Конституции, там, ну, я не знаю, Гагарина, Малышева, Салтовка, не знаю, еще надо? Ну, хорошо, хорошо. Что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что не знаю. Что-то как-то... Все? Ну, хорошо, спасибо, что зашли. Прикольно. Хотите поговорить? Ну, как там у тебя, мама? Тогда в Россию обратно. Так, вы мальчик или девочка? Я мальчик. Мальчик. А что у вас на аватарке? Маунтий Дио. Это какой-то дринг? Какой дринг? Ну, а что это? Маунтий Дио. Что это? Краска для волос? Что это? Зерва. Так, детский сад. Идите заниматься чем-то полезным. В футбол поиграйте. Один тип, который пытался все правильно разъяснить, а вы перебивали. Зачем вы это делали? В плане защиты? Чтобы не дать человеку договорить? Я вас случайно не отвлекаю от вашего смачного завтрака? Да, я ем мне вообще хорошо. Ну, как бы, либо остановите свое поглощение пищи, либо я вас отпущу, и потом перезайдете. Еда ведь, это важный процесс. Очень. Вы в следующий раз, когда будете вырезать за ее медицин, не перебивайте их. Вы вообще, вы понимаете, вы понимаете, что это мой эфир? Да. И вы ко мне приходите. У вас выше других людей. Я не выше, я ведущая. Это не значит, что вы должны перебивать людей. Это правило моего эфира. Это правило моего эфира. Я третий год веду эфиры. Они так сложились со временем. Когда человек что-то делает долго-долго, у него появляются какие-то навыки. Там мозоли на пальцах, голос какой-то определенный, да? Навыки. Ну, вы просто еще молодой, вы ничем долго не занимались. Это мой навык. Я вот к этому пришла. Если вы когда-нибудь откроете эфир, и вы будете вести эфиры два с чем-то года, у вас тоже появятся какие-то правила. И вы будете добиваться, что этим правилам служат. Вы можете сказать, при входе в мой эфир, при входе в мой эфир, каждый должен откашиться. Или там, не знаю, сказать, Петя дурак. Я не знаю, вы должны к этим правилам прийти со временем. Это правило, которое вы устаканите. И все. Это правило какого-то дома. Например, приходишь, например, грубо говоря, к американцам, никто не разувается. Вот человек заходит, и он никогда не оставит обувь. Он пойдет как вот... Он с этой обуви себя на ноги положит. Это не потому что, это просто, ну, вот так идут вот в это. А зайдешь в индийский дом, да, там чуть ли не разуваться, и чуть ли не ноги помыть. Понимаете? В каждом доме свои правила. Я же не буду приходить в индийский дом, и проходить по ним обуви. Правильно? Я не буду в американском доме разуваться. Я следую правилам дома. И не говорите хозяйке дома, как ей себя вести. Вы у меня в гостях, а не я у вас. Приятного аппетита. Продолжение следует...